добрый день дорогие друзья с вами автосалон про тюнинг меня зовут игорь сегодня у нас на обзоре один из самых роскошных автомобилей которые встречаются на дорогах это maybach gls 600 поехали многие вообще говорят что на сегодняшний день maybach это уже не то что было раньше на самом деле будут правы потому что ранее maybach это была отдельная компания которая строила свои автомобили которые были на самом деле просто величеством автомобилестроения это были самые роскошные люксовые и очень дорогие автомобили сегодня же mercedes приобрела компанию maybach и мы видим не полностью новый автомобиль а доработанный более комфортный и презентабельный mercedes это у нас maybach gls 600 то есть он сделан на базе mercedes-benz gls как видите у нас на автомобиле все в принципе те же формы но при этом у нас поменялось на самом деле достаточно большое количество деталей если говорить более подробно по передней части у нас здесь стоит другой передний бампер как видите здесь на самом деле огромное количество хрома блестящего который показывает насколько это действительно классный и дорогой автомобиль тут прям массивная хромированная решетка в самом бампере идет снизу такой же большой молдинг блестящий другая решетка радиатора на которой у нас красуется надпись maybach за ней у нас находится блок радаров которые также как видите стилизован и он сильно не выделяется не отвлекает собственно когда вы смотрите на эту машину сверху же у нас остался также тот самый луч логотипа mercedes как видите машина у нас полностью в черном цвете но у maybach и бывают на мой взгляд более интересные расцветки двухцветные автомобиля то есть допустим у нас верхняя часть автомобиля может быть серебристая нижняя черный на самом деле это тоже не проблема потому что как правило при покупке таких автомобилей их владельцы заклеивают их в защитную пленку полиуретановую кстати ты сестра может сделать в нашем тюнинг-центр и и тут можно на самом деле исполнить такое же решение заклеить допустим верхнюю часть цветным полиуретаном а все остальное оклеить в прозрачную пленку у вас будет по По-настоящему особенный автомобиль, потому что все мы привыкли видеть на дорогах общего пользования машины однотонные, в одном цвете. А тут у нас едет машина, которая посередину разделена, больше контраста у нас появляется. Когда мы смотрим на эту машину, смотрится она гораздо более интересна. Еще отличительная особенность именно Maybach это 23 колесные диски. Можете обратить внимание, да, они естественно большие, 23 размеры это на самом деле достаточно много. Но при этом они у нас полностью хромированы и как они выделяются, особенно в яркий солнечный день, эти диски будут просто ослеплять всех, мимо кого будет приезжать эта машина. За этими красивейшими дисками у нас находится в принципе стандартная тормозная система. Это диск с перфорацией и тормозной суппорт, который у нас идет по типу скобы. Понятное дело, да, это не самое лучшее, что существует на сегодняшний день на рынке тормозных систем. Но опять же, когда вы едите на Maybach GLS 600, вам некуда торопиться. Если, допустим, мы бы рассматривали BMW X6M или GLE Coupe 63 S, на который, кстати, недавно был обзор на нашем канале, можете перейти и ознакомиться. Там у нас, да, стоят современные тормозные системы, самые продвинутые, где у нас большой мощный суппорт, большой диск, двухсоставной диск, либо карбон-керамика и так далее. Но опять же, машины у нас заточены под спорт. Тут вам, еще раз повторюсь, не стоит никуда торопиться и такой системы будет вполне хватать. Что еще хочется рассказать про эту машину, про фары. Это MultiBeam LED, максимальный свет, который возможен на этом автомобиле. Машина понимает дорожную ситуацию, знаки, встречные автомобили, может регулировать поток света именно туда, куда вам нужно, чтобы не слепить встречный поток автомобилей и машины, которые едут перед вами. На самом деле, очень крутая система, которая позволяет вам ездить в любых условиях абсолютно безопасно. Под капотом у нас находится двигатель бензиновый, это V8 на 558 лошадиных сил, который был в этой машине доработан. Это тот же мотор, который стоит в Mercedes GLS 580, тут у нас GLS 600, потому что этот двигатель был доработан благодаря системе мягкого гибрида. Все мы уже знаем, что это за система. Если вам интересно подробнее про это услышать, можете посмотреть наш обзор на BMW X6M в последнем кузове в рестайлинге, потому что там я подробно объясняю, как это работает и зачем это нужно. Если вкратце, то это стартер-генератор, который немножко помогает мотору в моменте подкручивать, добавляет ему лошадиные силы. Переходим далее по тем аспектам, которые отличают Maybach от стандартного Mercedes-Benz. Это выдвижные пороги. На самом деле, непростые. Во-первых, посмотрите, насколько они массивные, классно выдвигаются, и задняя часть порога у нас даже шире, чем, собственно, сама передняя. Для того, чтобы человеку, который будет садиться сзади в этот автомобиль, было более комфортно и удобно. Ну, естественно, такие автомобили чаще всего покупаются не для водителя, а для того, кто будет ездить сзади. И машина нам всеми своими мелочами показывает, что тот, кто сзади, тот здесь главный. И еще одна неочевидная деталь, про которую мало кто говорит, у нас находится в задней части автомобиля. Во-первых, это хромированные стойки дверей, которые у нас на обычном Mercedes-Benz идут просто черные глянцевые, рояльный лак так называемый. Но не это самое интересное. А интересно то, что, обратите внимание, как от центральной части автомобиля у нас идет сплошное такое, как будто бы, окно. И это такой дизайнерский прием, который визуально удлиняет заднюю часть машины. И опять же, про что я и говорил, нам каждой мелочью показывают, что машина для того, кто будет перемещаться сзади. Потому что даже вот эта вот стоечка вертикальная, которая здесь идет, она у нас не хромирована в черном глянце, чтобы она как раз-таки сливалась с тонированными окнами задней части автомобиля. И, естественно, тут имеются элементы, про которые я не могу не сказать. Это круговой обзор, как мы видим по камерам, которые установлены у нас в крышках зеркал на передней части автомобиля, в нижней части решетки радиатора. И сзади в крышке багажника, естественно, автомобиль у нас очень большой, массивный, не все могут чувствовать идеальные его габариты. И такая система здесь крайне в жизни необходима, потому что очень страшно будет на самом деле где-нибудь на парковке, опять же, не почувствовать габариты машины и куда-нибудь ехать. Благодаря такой системе вы точно останетесь в безопасности. Тут же в самом зеркальном элементе у нас есть индикация слепых зон. То есть, если вдруг вы едете на дороге общего пользования и сзади у вас появляется машина, которая не видна в зеркалах, то есть она в слепой зоне у вас находится, вам автомобиль об этом подскажет. И у вас загорится здесь индикация того, что сзади находится опасный объект, который может вам помешать, собственно, при езде. Естественно, так как это у нас люксовый, роскошный автомобиль, тут присутствуют доводчики дверей. Это обязательная функция, как я считаю. И также во всех дверях у нас имеется бесключевой доступ. Сзади для нас тут тоже не пожалели хрома, начиная с логотипа Maybach на заднем крыле. Этот молдинг, который проходит через всю ширину автомобиля. Шильдики, логотипы, снизу накладка, которая у нас обычно выполняет роль для защиты красного покрытия бампера при погрузке больших вещей в багажник. Здесь же она у нас сделана полностью из хрома и даже продолжается вокруг повторителей стоп-сигнала. И снизу диффузор, естественно, у нас тоже блестящий. Вот так вот если посмотреть на машину, на самом деле сочетание черного цвета и блестящего хрома самое выигрышное, что может быть на дорогом и роскошном автомобиле. А так в остальном, в принципе, это все тот же Mercedes GLS. И даже в багажнике здесь сделано все максимально дорого и виден очень детальный подход ко всем мелочам. Начиная с полки багажника, ну в принципе стандартно во всех кроссоверах она у нас имеется. Тут же у нас логотип Maybach, если вдруг мы забываем то, что это не просто Mercedes, а это настоящее произведение искусства, так скажем. Сама полка очень массивная, тут у нас внутри отделка специальная мягкая, чтобы сама полка не издавала шум при езде. И чтобы вещи, которые мы будем вести с собой в багажнике, не издавали сильно много шума и это все не проникало к нам в салон. В этой же полке у нас встроены специально магниты, то есть она примагничивается, когда мы ее закрываем и тем самым на кочках, на плохой дороге у нас она не будет дребезжать. И даже вот эти вот мелкие веревочки, которые цепляются у нас к самой крышке багажника, чтобы эта полка тоже открывалась, сделаны на таком возвратном механизме тоже очень приятно. Потому что обычно на всех автомобилях, когда снимаешь их, они вот таким вот образом просто висят, это все очень некрасиво выглядит. Тут же даже эта мелочь была продумана. Очень приятно, когда вот на таким вот думают произведители. Еще что хочется сказать, то что в левой части у нас имеется кнопка, с помощью которой мы можем опустить автомобиль для более удобной погрузки больших вещей в сам, собственно, багажник. И видите, что у нас здесь присутствует вот такая вот штука, которая вроде бы много места занимает в багажнике, но это холодильник, про который мы расскажем чуть позже, когда будем уже в салоне на заднем ряду. А так, в принципе, по-стальному все стандартно, в подполе у нас прячется комплект инструментов для замены колеса в дороге. В принципе, места, если бы еще не было бы холодильника, было бы более чем достаточно, но опять же, на таких машинах никто не совершает переезд, не собирает много вещей, чтобы потом ставить их все в багажник. И еще одна деталь, которая показывает подход ко всем этим мелочам, это то, что даже сама крышка багажника у нас обшита из светлой кожи в сочетании с цветами внутри салона. И даже замок, вот можете обратить внимание, он тоже у нас полностью весь обшит в эту кожу. Ну, на самом деле, очень впечатляет, что даже такая маленькая деталь здесь была учтена. Ну, перемещаемся, наконец-таки, в салон и начнем мы с переднего ряда сидений, так сказать, самое сладкое, оставим на потом. Что можно сказать? Во-первых, впечатляет очень красивая отделка из гладкой кожи Napa в светлых тонах в сочетании с коричневым цветом. Все это очень контрастно играет друг с другом. И плюс вставки из черного рояльного лака. На центральной консоли они у нас идут. Также они у нас продолжаются по парк-призу и прямо переходят в дверные карты. И тут же мы видим сетки динамиков, акустическая система Burmister. Это действительно хорошее звучание на автомобилях Mercedes-Benz. Еще хочется упомянуть про сидения, которые у нас установлены на переднем ряду. Настраиваются они в огромном количестве положений по электрорегулировкам. Я вот сейчас под себя все это сделал. На самом деле, сидеть очень комфортно. Тут же у нас есть подогрев в вентиляции. Самое главное – это массаж. Он, естественно, есть здесь не только сзади, но и на переднем ряду. Так что все в этом автомобиле могут чувствовать себя с максимальным комфортом. И руль здесь сделан очень презентабельно. Во-первых, как я и говорю, вот это вот сочетание светлой кожи. Сверху, снизу у нас вставки из черного рояльного лака смотрятся очень классно и контрастно. За рулем у нас находятся лепестки переключения передач. И стандартно слева управление адаптивным круиз-контролем. И справа управление мультимедиа-системой. И за рулем у нас находится экран мультимедиа-системы, который сплошной, такой соединенный из двух в один, в котором находится краска и приборная панель напротив водителя. И сама мультимедиа по центру салона. На приборной панели, естественно, мы можем менять различные дизайны под себя в зависимости от режимов езды, либо от вашего настроения, допустим. И в самой мультимедиа-системе, в принципе, все стандартно, как и во всех мерседесах этого поколения. Естественно, можно включить сюда свой телефон, включить навигацию. Далее открываем настройки комфорта. И первое, что нас встречает, это установки массажа для переднего ряда сидений. Следом у нас идет различные настройки сидений, то есть кинетическая функция, которая может подстраиваться под то, как вы сидите. Можно также здесь же настроить боковины спинок сидений, то есть боковая подкачка, которая у нас есть, баланс обогрева сидений и так далее. Все, что у нас здесь имеется. Комфортная подсветка в салоне тоже. Можем поменять ее цвет, яркость и так далее. Кое здесь на самом деле огромное количество во всей этой палитре цветов. Следом у нас идет отдельное меню по информации об автомобиле. Далее можем посмотреть, что у нас сейчас происходит с двигателем. Мощность крутящего момента выдает расход. Также здесь есть отдельное меню для езды по бездорожью. И следом, что самое, наверное, интересное, это настройки автомобиля, которых здесь огромное количество. Можно полностью все настроить под себя, выбрать режим езды, выбрать, как будет открываться подножка, регулировка ремней безопасности и так далее. На самом деле можно здесь провести достаточно большое количество времени. Далее переходим на центральные консоли. У нас, как я и говорил, большая вставка из черного рояльного лака, открыв которую сразу мы видим беспроводную зарядку для вашего телефона. Тут же у нас два разъема для зарядок USB Type-C и еще разъем прикуривателя. И, наверное, самое приятное, одно из самых приятных, что здесь есть, это два подстаканника с подогревом и охлажением, чтобы ваши напитки всегда оставались такими, какими они и должны быть. Чуть выше, если мы передвигаемся, видно тач-панель для управления мультимедиа системой. Она у нас управляется как с тач-панели, так и с экрана самого сенсорного и, как я и говорил, с руля. То есть абсолютно любой способ выбираете, который вам удобен и пользуйтесь мультимедиа системой. И под ней находится такой вот подиум под руку, на котором у нас изображен логотип Maybach в черном глянце, в рояльном лаке. И, насколько я помню, в ГЛС стандартном тут у нас эта же деталь, но просто обшитая кожей. Тут же все стилизовано под Maybach, сделано очень круто. И все эти элементы окружены большим количеством кнопок. Здесь можно регулировать высоту пневмоподвески, саму подвеску можно регулировать, ее режимы и настройки, режимы езды автомобиля и так далее. В общем, все это сконцентрировано прямо у вас под правой рукой. И подлокотник стандартно открывается на две стороны. Внутри у нас место для хранения ваших мелких вещей и еще один разъем USB Type-C. Я думаю, вы уже поняли, что ваши устройства в этой машине будут точно всегда заряжены. Ну, естественно, я не мог сказать про функцию, которая прославила этот автомобиль. Вот такая вот скачка на нем для того, чтобы выбраться из мест, в которых вы можете застрять. Просто оцените, что может делать эта машина. Система эта называется Active Body Control. Реализовано все это с помощью гидропневмоподвески. Тоже очень интересная функция на сегодняшний день. И она может не просто прыгать, чтобы вы выбрались из мест, в которых вы застряли, в песке, в рыхлоснегу и так далее. Она также может наклонять отдельную стойку каждую. То есть, допустим, переднюю левую, заднюю правую поднять, встать, как вам, собственно, угодно. Все это настраивается также полностью из мультимедиа системы. В общем, машина на самом деле впечатляет. И, как я уже говорил, многие знают ее именно благодаря этой функции. Ну и перемещаемся на задний ряд этого автомобиля. Самый комфортный. Я думаю, вы уже видите, насколько удобно я сижу. Я могу полностью вытянуть ноги при своем росте, как бы не маленьком, далеко. Спинка откидывается максимально назад. И здесь можно на самом деле провести большое количество времени в дороге и в максимальном комфорте. Что хочется отметить? То, что сзади у нас имеется холодильник под три бутылки, прямо между сидениями задних пассажиров. Если мы его закроем, то тут же у нас центральный подлокотник, в нем встроенный планшет Samsung, который можно прямо отсюда достать и пользоваться им, настраивать комфорт заднего ряда и, в общем, взаимодействовать с автомобилем. Тут же у нас место под беспроводную зарядку для вашего телефона, дополнительная ниша для хранения ваших мелких вещей. И здесь находятся еще два разъема USB Type-C для зарядки ваших устройств. Спереди на центральной консоли, которая идет у нас от переднего ряда, есть еще один подстаканник. Он у нас тоже с подогревом и охлаждением. В общем, все на самом деле максимально классно здесь сделано. И снизу еще одна полочка, открыв которую, как раз таки мы видим еще, что там есть разъем прикуривателя и еще место для хранения вещей, которые будете перевозить с собой. Небольших, это может быть что-то мелкое, ключи, допустим, и так далее. И здесь же панель, на которой можно управлять климат-контролем системой для заднего ряда пассажиров. Очень интересно исполнена здесь атмосферная подсветка, которая идет прямо от дверей, уходит назад, прямо за мое плечо. Даже в подстаканниках она тем же цветом у нас светится. И сверху в панорамной крыше, где у нас заканчивается потолок, идет сплошная линия через всю, собственно, панораму той самой комфортной подсветки. И, кстати, раз уже говорили про панораму. Отсюда, на самом деле, открывается самый лучший вид, который может быть у автомобиля, потому что она начинается прямо над моей головой и уходит вперед до передних пассажиров, до водителя. На самом деле, вид здесь классный, потому что автомобиль сам по себе немаленький. И из-за этого панорама получается очень объемной. И самые внимательные, наверное, могли заметить то, что у нас здесь есть шторки на заднем ряду сидений, не только на дверях, а даже на задней форточке. Вот здесь вот за моей головой прячется тоже еще одна шторка. Они у нас, естественно, электрические. Здесь по-другому быть и не может, потому что автомобиль у нас современный, роскошный, дорогой. И было просто недоразумением, если бы они у нас здесь были механические. А еще та деталь, которая будет, наверное, прятаться от самых невнимательных, кто будет ездить в этой машине, она находится сзади. За спинкой задних пассажиров. Как раз-таки то, что мы наблюдали из багажника. Вот такая вот черная глянцевая полка, достаточно массивная, большая. Она напоминает нам, как на яхтах, вот эти вот полосы на передней части идут. И там же сзади у нас прячутся еще два динамика, той акустической системы Burmister, которая здесь у нас установлена. В общем, автомобиль в каждой своей мелочи очень классно продуман. И, казалось бы, даже такие элементы, которые не бросаются в глаза, на которые мы не смотрим, потому что мы едем повернуты вперед всегда. Они у нас тоже сделаны очень круто, дорого и роскошно. И еще чуть не забыл упомянуть, на заднем ряду у нас тоже присутствует на семих сиденьях большое количество различных настроек, которые располагаются у нас на двери. А таманка, естественно, в этом сидении есть подогрев, вентиляция их и, собственно, сама функция массажа. И вот небольшая деталь, опять же, которую мало кто заметит, то, что тут у нас есть память сидений под одного пассажира справа, а слева под двух. То есть, опять же, машина говорит, кто здесь главный и что он должен сидеть именно на заднем ряду, на правом его сидении. Таким образом, получается, что покупая Maybach GLS 600, вы действительно получаете машину на уровень выше. В комфорте, в своем статусе, во многих показателях и в том, как она смотрится снаружи и снутри. Машина действительно достойная. Также не забывайте то, что у нас автомобили можно не только купить из наличия, а также мы привозим машины под заказ из любой точки мира. Самые эксклюзивные автомобили у нас, на самом деле, за плечами уже есть достаточно большой опыт в очень интересных машинах, которые мы привозили. Также мы можем сделать гарантию до трех лет на ваш новый автомобиль, что как никогда актуально на сегодняшний день в нашей стране. И подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы всегда быть в курсе последних новостей про автомобили, которые у нас в наличии, которые в пути. Также автоновости мы туда выкладываем и много-много индивидуального, эксклюзивного контента. И подписывайтесь на этот ютуб-канал на наш, ставьте лайки и пишите комментарии, что вы думаете об этом Maybach GLS 600. Продолжение следует...